медицина в испании частный и государственный сектор для граждан и для иностранцев досмотрите это видео до конца чтобы знать на что вы можете претендовать меня зовут виктория белякова я специалист по управлению риска в испании и также директор агентства по делам иностранца в испании how to spain сегодня беседовать будем в госпитале имеет это один из самых популярных и современных госпиталей валенсии пойдемте несмотря на то что государственная медицина испании все же на довольно высоком уровне 25 процентов испанцев имеют частную медицинскую страховку испанцы чаще всего приобретают страховку для того чтобы обращаться к узкопрофильным специалистам без того чтобы умолять семейного доктора разрешить им это сделать самый популярный доктор по частной страховке это гинеколог давайте поговорим за чашечкой кофе со льдом о преимуществах частной медицины перед государственной перед бесплатной прежде всего это скорость приема докторов потому что государственной клинике чтобы попасть к узкому специалисту вам прежде нужно получить разрешение от вашего семейного доктора то есть вы должны обратиться к семейному доктору и далее только он примет решение нужно ли вам узкому специалисту или нет и часто он не согласен с пациентом например пациент хочет пройти проверку у эндокринолога но семейный доктор не видит в этом надобности и говорит что то да бен все в порядке вам это не нужно частной же медицине вы сами выбираете кому и когда вы будете обращаться конечно же сам уровень комфорта частных госпиталях частных медицинских центрах как правило выше сроки ожидания также существенно отличаются кстати обратите внимание на то что если вы видите рекламу о том что с частной страховкой вы без очереди попадете к любому специалисту знаете что это ложь это не так частной медицине вам тоже придется скорее всего ожидать приема если это узкий специалист их просто мало в испании вы попадете к нему быстрее чем через государственную медицину но тем не менее вряд ли это будет завтра иногда срок может составлять одну-две недели поэтому не доверяйте рекламе которая говорит что частная страховка откроет вам двери к любому доктору прямо завтра но тем не менее в государственной медицине даже установили рекорды срок ожидания к невропатологу составил более одного года об этом писали все испанские сми а чтобы дождаться хирургической запланированной операции иногда приходится ждать более одного-двух лет в частной медицине конечно эти сроки намного меньше кстати интересный момент про кафетерии в испании здесь всегда царит атмосфера как не в больнице как в обычном баре или в кафе например посмотрите позади меня пиво и не только нулевочка вполне себе алкогольная а если мы пройдем немножко дальше то вы увидите и чего-то покрепче вино я думаю уже знаете что один из секретов долголетия испанцев это стремление избегать стресса и не считают что иногда лучше выпить бокальчик вина подвергать себя лишнему стрессу поэтому даже в больнице пожалуйста красное белое вино любое на ваш вкус несомненное преимущество частной медицины это свободный выбор медицинского центра госпиталя или доктора потому что вы к с государственной страховкой вы привязаны только к одному медицинскому центру по прописке вы не можете пойти медицинский центр по соседству или в лучший в городе или поехать в другой город с частной страховкой вы можете обращаться как в своем городе так и по всей испании а некоторые страховые полисы и вовсе дают вам доступ к медицине по всему миру однако справедливым будет отметить что с государственной страховкой у вас есть скидки на лекарства до 90 процентов а иногда и до 100 то есть если доктор выписал вам рецепт вы обращаетесь в аптеку там сканирует определенный код и применяют скидку в частной медицине такого не существует в некоторых полисах может быть скидка до 50 процентов вернее возврат части оплаты вам но в определенном лимите это невысокие лимиты в среднем до 250 или 500 евро в год обычно по частной медицинской страховки у вас будет выбора среди 45-50 тысяч медицинских специалистов согласитесь таким выбором жить немного спокойнее у некоторых страховых частных страховых компаний есть собственные медицинские центры или даже в госпитале больших городах таких как барселона и мадрид медицинские центры есть как правило у большинства страховых компаний также давно устоялась такая услуга как общение с доктором не только очно в больнице и в госпитале но в удобном формате не выходя из дома по видеосвязи по телефону или в чате также есть экономическая выгода приобретение страховки вы можете застраховать себя на случай госпитализации из-за каждый день проведенный в больнице по некоторым полисом компания будет выплачивать вам около 60 евро за каждый день в больнице и кроме того и страховки на случай потери трудоспособности многие страховые полисы включают такую услугу как второе медицинское мнение иногда пациенты думают что это возможность обратиться по одному и тому же вопросу просто ко второму врачу другому доктору на самом деле второе медицинское мнение это процесс когда собираются все доктора по вашей теме по вашей проблеме со здоровьем и дают заключение то есть собирать свой консилиум от страховой компании куда как правило входят лучшие доктора и они направляют вам отчет согласны ли они с анализом или нет и предлагает свое решение для того чтобы вы как можно скорее вернулись к активной благополучной жизни еще одна из причин почему часто оформляют частную страховку даже если есть государственная это защита на случай серьезных заболеваний онкология сердечно-сосудистые заболевания трансплантация органов нейрохирургия и так далее потому что в этих случаях к сожалению очень важна оперативность как мы сказали ранее что скорость ожидания к сожалению оставляет желать лучшего поэтому зная эту особенность медицины в испании да и в целом европе испанцы и жители испании предпочитают оформить медицинскую страховку пока они здоровы потому что когда имеется заболевание сделать уже это будет невозможно а такая защита на случай серьезных заболеваний стоит всего около 25 евро в месяц согласитесь это не те деньги ради которых стоит раздумывать и подвергать свою жизнь опасности это отделение для спортсменов кстати некоторые страховки предлагают специальное покрытие для элитных спортсменов и некоторые знаем всего одну такую спортсмены со всего мира приезжают в испанию чтобы пройти обследование потому что по сравнению с другими странами в испании все-таки цены довольно демократичны и а по страховкам можно и вовсе получить комплексное решение за сравнительно небольшие средства немного грустная статистика в испании ежегодно около полутора миллиона человек получают грустную новость о том что у них обнаружен рак онкология и к сожалению статистика говорит о том что в 2040 году эти показатели еще на 40 процентов могут увеличиться хорошая новость в том что конечно же медицина тоже не стоит на месте размевается и случаях выздоровления с каждым годом становится все больше здесь снова вернемся государственной частной медицине самое главное это вовремя обнаружить и принять меры пока это только зарождается страшное заболевание и именно здесь государственная медицина часто не дает возможности как вы помните все нужно делать через семейного доктора как правило к узкому специалисту направляет когда проблема уже дала себе знать когда явное проявление проблемы в частной медицине есть профилактическая медицина когда вы можете обратиться в любой момент и пройти необходимые обследования для того чтобы исключить возможность развития заболевания во сколько обходится лечение рака конечно для каждого случая для каждого вида рака это разные цифры но для примера возьмем рак крови и стадия когда уже пошли метастазы в среднем обходится 60 70 тысяч евро в год согласитесь сумма которую не каждый человек может себе позволить и поэтому важно защитить себя пока молоды и здоровы давайте поговорим про вакцинацию в испании в отличие от большинства стран здесь она не является обязательным родитель сам принимает решение вакцинировать ребенка или нет на опыте мы заметили что некоторые страховые компании при этом повышают стоимость страховки если ребенок не имеет вакцины такое случается не часто но в некоторых страховых существует такая практика как финансируются вакцины часть финансирует государства под видео я оставлю статью про медицину в испании где также есть ссылка на актуальный календарь рекомендуемых прививок это прививки которые покрываются государством в нашей статье вы также найдете список вакцин которые покрываются государством сейчас делаю акцент на том что не покрывается их в принципе не так много эта вакцина от минин кока в среднем 105-150 евро ротовирус от 69 до 100 евро 4-х валентная доза против менингита примерно 55 70 евро вирус папиллом у человека у мальчиков и девочек от 120 до 200 евро и коклюш у подростков около 30 евро давайте поговорим про отделение скорой помощи и про кареты скорой помощи в испании если вам требуется неотложная скорая помощь вы можете позвонить по государственной страховки 112 и в этом случае приедет государственная карета скорой помощи будьте внимательны если у вас частная страховка и нет доступа государственной то вам нужно звонить по номеру другому тому который указан на вашей страховой карточки на оборотной стороне если у вас нет доступа государственной медицине и вы вызовете государственную скорую помощь то когда вам окажут помощью придете в себя и так далее вам выпишут фактуру на оплату будьте внимательны, многие клиенты и пациенты не знают этого. В каких случаях можно вызвать скорую помощь на дом? Только в экстренных, когда действительно вы не можете самостоятельно добраться до госпиталя, до медицинского центра. Здесь даже народы, женщины приезжают на такси, поэтому обычно скорую помощь вызывают только в тех случаях, когда произошло что-то очень серьезное, инсульт, проблемы с сердцем, потерял сознание и так далее. Если у ребенка температура 38, это не является причиной для того, чтобы вызывать доктора на дом. В некоторых страховых компаниях есть возможность вызвать педиатра на дом при определенных условиях. Если интересно, напишите в комментариях, эту тему рассмотрим более подробно. В неотложных случаях пациенты обращаются в отделение неотложной помощи, которое называется Урхенсиас. В медицинских центрах и в госпиталях есть два отделения. Одно, когда вы обращаетесь по плановому визиту, и второе, по неотложной помощи. Неотложная помощь – это все, что угодно. Болит живот, голова, сломана рука, авария. Все, что требует неотложной помощи и нет возможности ожидать приема к доктору. Поэтому длительность приема будет отличаться от того, сколько сейчас людей с определенной серьезностью случая. Отделение Урхенсиас есть как в государственной системе здравоохранения, так и в частных. Единственная разница в том, что в государственной вы должны ехать, как правило, по своей прописке, и в частных вы можете выбрать абсолютно любую клинику. Но если действительно серьезный случай, когда потерялись сознание или ситуация не терпит от отлагательств и выбора госпиталя, вас просто отвезут всегда в ближайшую. Скорость приема по неотложной помощи. Мы говорим неотложной. Иногда люди думают, что они приехали, и им в ту же секунду оказали помощь. Но это будет зависеть от того, насколько серьезна ваша ситуация. В Испании есть такая градация, когда они по цвету определяют от зеленого до красного. От того, когда вы можете терпеть, и красное, когда нужно срочно оказать помощь, иначе ситуация угрожает жизни. Поэтому такого понятия, как средняя скорость приема, не существует. Зависит от того, с какими людьми вы попадете в одно и то же время. Например, если вы пришли и видите, например, что перед вами два человека, и вот-вот вы должны зайти, и в этот момент привозят человека, к примеру, после какой-то аварии. Конечно же, все остальные останутся ожидать своей очереди, пока этому человеку, которому прямо сейчас требуется помощь, не помогут. Как обращаться по страховке в частную клинику? В зависимости от вашей страховой компании у вас будет либо доступ с полным покрытием, либо с доплатами. Но даже если у вас страховка с доплатами, это не значит, что вы будете доплачивать на месте. Это значит, что по истечении месяца страховая компания дополнительно спишет с вас определенную сумму, помимо стандарта, который вы оплачиваете за год. Если у вас страховка с полным покрытием, то вы просто обратитесь и на этом все, больше вы ничего не заплатите, вне зависимости от того, сколько раз в месяц вы обращались. Для этого на ресепшн вы предъявляете свою страховую карту, ее проводят в системе. Если это простая процедура, например, прием по неотложной помощи, консультация со специалистом, простая аналитика, этого достаточно, просто проводят карту. Если это сложная, например, требуется госпитализация, хирургия, какое-то сложное обследование, в этом случае нужно запросить у страховой компании авторизацию. В том случае, когда это срочный случай, госпиталь сам связывается со страховой по своим внутренним каналам и получает авторизацию без вас. Если же это плановая какая-то операция, обследование, то вы через своего страхового агента, либо самостоятельно запрашиваете эту авторизацию у своей страховой компании. Это обязательно нужно сделать для госпитализации и хирургии. И срок минимум за 48 часов до этого. Обязательно учтите это, потому что, если вы обратитесь в больницу и не авторизуете некоторые услуги, страховая просто вам их не оплатит. Вам придется, вне зависимости от того, что у вас есть страховка, оплатить все самостоятельно. И особенно внимательно относитесь, когда это, например, роды, которые стоят около 5, от 5 до 8 тысяч евро. И, конечно же, операции тоже стоят от нескольких тысяч евро и могут стоить до десятков. Авторизация – очень важный момент. В государственной медицине авторизации нет. Вас направляет семейный доктор и далее узкий специалист сам направляет по определенным направлениям и докторам. Давайте еще немного сделаем акцент на преимуществе государственного страхования. Если у вас есть полноценный доступ к государственной системе здравоохранения, вы можете получить скидки на лекарства от 40 до 100%. От чего это зависит? Приведем несколько примеров. Если вы в трудоспособном возрасте, то вы оплачиваете от 40 до 60% от стоимости лекарства в аптеке. Этот процент зависит от вашего годового дохода. Если вы пенсионер с годовым доходом не более 100 тысяч евро, то вы оплачиваете всего 10%. То есть 90% за вас оплачивает государство. И при наличии некоторых хронических или серьезных заболеваний вы также оплачиваете всего 10%. 90% за вас оплачивают налогоплательщики Испании. Интересный факт, которым часто пользуются наши девушки, это доступ для всех беременных в Испании на роды. То есть когда женщина забеременела, она неважно в каком статусе, легально, нелегально, она имеет право на бесплатные роды. Конечно, в этом случае есть много спорных моментов про условия скорость приема. У кого-то есть положительный опыт и в большинстве случаев. Но кто-то рассказывает, к сожалению, печальные истории. Обычно наши клиенты выбирают частное страхование для родов, потому что девушка хочет чувствовать себя спокойно и ни о чем не волноваться. Быть в индивидуальной палате, получать максимально дружелюбное обслуживание и, главное, после родов иметь возможность получить качественное обследование, обслуживание как для себя, так и для ребенка. Но в государственной медицине тоже часто все на высоком уровне и девушки могут этим воспользоваться. Какие госпитали в Испании считаются лучшими? У каждого может быть свое субъективное мнение, но есть объективные авторитетные рейтинги. Самый авторитетный рейтинг в Испании – это Мерко. Я оставлю ссылочку тоже в статье. Так вот, много лет подряд, уже около десяти лет, первое место всегда занимает клиника Университет де Наварро. Она находится в Мадриде и в Памплоне. Мы, агентство How to Spain, являемся официальным представителем страховой компании от этой клиники, которая дает полный доступ для обследования и лечения там. А какие страховые компании в Испании лучшие? Какие лучшие медицинские полисы в Испании? Однозначного ответа нет. Это как спросить, какой лучший ресторан в Испании или в другой стране? В зависимости от ваших потребностей, от ваших целей, от медицинской истории вашей семьи. Была ли онкология, были ли смерти от сердечно-сосудистых заболеваний? Что для вас в приоритете, чтобы были, к примеру, англо- и русско-украиноязычные доктора, или чтобы была надежная защита в действительно сложных ситуациях, типа онкологии и трансплантации органов? Поэтому мы, специалисты How to Spain, изучаем индивидуально каждый случай. Вы рассказываете нам, что важно для вас, какие ожидания и цели у вас к медицинскому покрытию. В зависимости от того, что требуется конкретно вам и вашей семье, мы подберем оптимальное решение. Но существует один полис, который я бы рекомендовала абсолютно всем, причем не важно, какая страховая компания или какой страховой полис у вас будет или уже есть. В Испании существует дополнение к любому полису. Оно от клиники университета Наварро, от этого лучшего госпиталя в Испании и, кстати, одного из лучших в мире. Это то самое, о чем мы говорили за 25 евро. Вы приобретаете с этим дополнением к любому полису покрытие на случай онкологии, кардиологии, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе операции на сердце, трансплантации органов и нейрохирургии. Пять случаев самых серьезных, от которых по статистике умирает больше всего людей, если не получили квалифицированную помощь своевременную. Поэтому, какая бы страховка у вас не была, чтобы не выбрали, я рекомендую взять это дополнение. Что касается меня, у меня часто спрашивают, какие именно у меня полисы. У нас в семье Акса Оптима Плюс у меня. Это страховка, которая предоставляет полное покрытие по всей Испании и 80 процентов возмещения за обращение по всему миру. И моя вторая страховка, это вот клиники университета Наварре, которая дает тоже полный доступ. Я за себя оплачиваю около 200 евро в месяц, мне 38 лет, за две страховки. Почему я так делаю? Потому что я работаю в сфере страхования уже более 8 лет, зная эту тему. Я вижу столько случаев, когда понимаю, что лучше подстелить соломки, потому что дороже нашего здоровья и жизни лично у меня ничего нет. Если же говорить про среднюю стоимость медицинской частной страховки, то она составляет около 600 евро на человека. Берем средний возраст от нуля до 44 лет. И у нас, как у страхового брокера, также есть некоторые эксклюзивные предложения, благодаря тому, что мы можем оформлять огромное количество поток объем полисов. Как у брокера есть специальные страховые покрытия от крупных страховых компаний. Например, у нас есть полное покрытие, даже включая расширенную стоматологию от Одеслас и страховка от нуля до 64 лет на любой возраст стоит 43 евро, по-моему, 28 центов. Чем старше вы становитесь, тем дороже страховка. Поэтому оформить страховку в 60 лет за 43 евро, ну это просто подарок. Также у нас есть страховки для элитных спортсменов, страховки, которые включают регулярные чекапы. В зависимости от ваших потребностей, подберем как от самых экономичных, до действительно самого высшего уровня в Испании. Один из частых вопросов – как скоро вы можете начать пользоваться вашей частной страховкой? В зависимости от вашего полиса, у вас есть сроки ожидания. Они называются «каренсиас», то есть это срок от начала действия вашего полиса до того момента, как вы можете воспользоваться определенной услугой. Базовые услуги доступны с первого дня. Обращение в отделение неотложной помощи, простые консультации, аналитика крови – базовая. Но сложные операции, в принципе любые операции, госпитализация и роды имеют сроки ожидания. В госпитализации и хирургии, как правило, срок ожидания 6 месяцев, роды во всех страховых компаниях 8 месяцев. Также есть некоторые очень сложные услуги, например, вариатрическая хирургия, уменьшение желудка. Там может срок ожидания составить 5 лет. Интересный момент про чекап. Чекап каждый понимает по-своему. С точки зрения медицины чекап – это комплексная организованная проверка организма. Как правило, чекап занимает от 24 до 48 часов. За это время вам очень оперативно проверяют все системы организма в зависимости от вашей личной истории, от вашего анамнеза. Наши же люди часто под чекапом воспринимают просто, например, посещение гинеколога и проведение базовой аналитики. УЗИ – сдать аналитику на базовые показатели. Такое доступно с первого дня, и это не называем чекапом. Это просто называем такой профилактической проверкой. Если же говорить про чекап, включено ли это в страховку, то, извините, сзади как раз таки произошел тот случай, когда, помните, мы говорили, что скорая помощь не приезжает домой, и люди привозят детей, всех людей в неотложную помощь сами. Вот как раз привезли ребенка на машине родителям. Итак, так вот, чекап с точки зрения медицинского термина, когда комплексно организованно проверяют за короткий промежуток времени весь организм, входит только в один полис. Он называется «кунцеферст». Это дорогой полис, и стоимость на семью составляет около 15 до 20 тысяч евро, в зависимости от возраста, количества людей в семье. А вот такие базовые проверки, как визит к гинекологу, простая аналитика крови, УЗИ и так далее, включены практически в любой полис и доступны вам с первого дня. Хочу сделать акцент еще на одном медицинском страховом термине – преэксистенсиас. Это означает о том, что у человека существует определенное заболевание до оформления страхового полиса. Когда вы оформляете страховой полис в частной компании, вы всегда заполняете анкету здоровья. Это может быть либо письменная анкета, либо по телефону. Но там множество вопросов по всем системам организма, и вы отвечаете на вопросы. Если вы обратились в больницу по тем заболеваниям, которые у вас существуют, существовали, но вы их скрыли от страховой компании, то происходит следующее. Первое – компания может исключить вам из покрытия все, что связано с этим заболеванием. Второе – страховая имеет право разорвать ваш договор. И даже такие случаи бывают, когда, например, клиент соврал, страховая не сразу об этом узнала, клиент незаконно получал обслуживание по своему заболеванию, которое существовало ранее. Потом страховая это выявила, и она может подать на клиента в суд, чтобы востребовать с него все те средства, которые были незаконно на него потрачены. Потому что он пользовался медицинским покрытием, хотя не имел на это права, он заведомо обманул страховую компанию. Поэтому я говорю о том, что важно выбрать хорошую страховку, пока вы молоды и здоровы. Если вы, например, пока вы молоды и здоровы, выбрали какую-то самую дешевую страховку с минимальным покрытием, и думаете, я сейчас здоров, я не буду тратить деньги на медицинское покрытие. Если в течение действия этого полиса появится какое-то заболевание, с ним перейти в другую страховую уже нельзя, она просто его исключит из покрытия, и вы на всю жизнь останетесь максимум с тем покрытием, которое у вас было на момент возникновения этого заболевания. Поэтому это действительно важно. Медицинская частная страховка это обязательный документ для любого иностранца в Испании, которых хочет получить здесь студенческую визу или вид на жительство. И такая страховка должна соответствовать некоторым требованиям. Она должна быть всегда с полным покрытием без доплат, покрывать все виды медицинских услуг и соответствовать национальной системе здравоохранения. То есть включать и госпитализацию, и скорую помощь, и консультации, и так далее. И в некоторых случаях, в некоторых консульствах также есть строгое требование синкоренсис, без сроков ожидания. Так просят всего 2-3 консульства, но это важный момент. Мы уже работаем много лет в сфере страхования и оформления документов для иностранцев и знаем требования для каждого региона. При обращении к нам вы можете быть спокойны, что ваш страховой полис будет на 100% подходить для вашей визы. Агентство How to Spain официальный представитель более чем 70 страховых компаний. С нами вы можете оформить полис под любые задачи и цели. Наши специалисты к вашим услугам подберем оптимальное решение для вас, не будем навязывать ничего лишнего, делаем независимый подбор без привязки какой-то конкретной компании. И кроме того, на протяжении всего действия полиса у вас будет наша заботливая поддержка на родном языке. Обращайтесь для подбора и оформления страхового полиса в Испании. Друзья, я надеюсь, это видео было полезным для вас. Напомню, с вами была Виктория Белякова и вы на канале How to Spain. Здесь все об Испании для иностранцев. Буду благодарна за ваш лайк и комментарий. Это помогает понимать нам, в верном ли направлении мы двигаемся и полезна ли наша информация для вас. Спасибо, что были с нами.